Садитесь, пожалуйста. Некоторые товарищи, ввиду надвигающихся экзаменов, решили проверить себя с помощью меня. И это кроме товарища Ацетской, которая доработала свою работу, но пыталась мне всучить без подписи. А я ее без подписи не принял, поскольку это анонимка. И хотя фамилия ее там стояла, но как вы понимаете, каждый из вас может впечатать и мою фамилию точно так же. И подпишется Папов Михаил Васильевич, профессор СПБГО. Правильно? Можете напечатать? А я могу напечатать то, что вы напечатали. Поэтому подпись это подпись. Другой, значит, я оставлю немножко времени, и мы почитаем, что у вас получилось. А вот товарищ Милешев Никита Григорьевич тоже хотел анонимку мне всучить. Тоже нет никакой подписи. И я эту анонимку взял. Ну, раз это анонимка, то буду измываться над анонимом. Вот, поскольку он же не подписывал, это значит, его не касается. Мало ли кто может. Вы же можете написать, правильно напечатать? Милешев, вы можете напечатать, Милешев, бумажку? Могу. Ну, так, это вы печатали, или вот они напечатали, а вы мне просто отдали. А как вы докажете? Никак не докажете. Подпис тоже много поделать. Вот, а за подделку подписи можно сесть в тюрьму. А вот за это, а это никто и брать не будет. Это я вас просто по дружбе беру. Неподписанные бумажки беру, просто у нас такие теплые отношения, больше ничего. Значит, несмотря на теплые отношения, я нашел у вас многочисленное количество недостатков. Поскольку они могут выйти у других в целях того, что вы другие знали, каким у вас недостатком. Во-первых, у вас нет красных строк. Так, нету вообще красных строк у вас. И знаете, что такое красная строка? Нету у вас красных строк. Красная строка – это отступ. Первая строчка того абзаца, в котором в абзаце – это одна мысль. Вы мысль хотите выделять или мысль хотите слеплять с другими мыслями. Вот так слипшиеся мысли. Не спорьте с экзаменатором, это очень чревато. Нет у вас красной строки. Объясняю еще раз. Красная строка – отступ. Там еще раньше буквы красивые вензелями рисовали. И сейчас до сих пор в некоторых хорошо оформленных книжках, вот первая буква. Для чего это делается? Чтобы было ясно, где начало мысли одной и где она заканчивается. Вот где у вас заканчивается, у вас есть. Это вы называете абзац. А вот люди, просвещенные в области издания книг, написавшие немало работ. Вот у меня 355 работ опубликованы, вы мне будете сейчас доказывать. Значит, это хвосты называются. Хвосты – это обрывки мыслей. Вот хвосты от мыслей, вот они остаются. А где начало вашей мысли, неясно, началась она или нет. Вот поэтому, если вы не поставили красную строку, непонятно, где начинается ваша мысль. Поправки, это вот редакционные, делаются так. В этих случаях ставится такую букву Z, это означает, что надо отодвинуть. Букву Z, это означает, что надо отодвинуть. А не были почему-то, я не знаю. Я делал их. Вы сколько выпили сегодня? Сегодня. Тварь, я даже не знаю. У него даже, так он сидел, и у него-то все было хорошо. Потом приходит, а… Я не знаю, видимо, что с компьютером, потому что я… Вы заметили, как я все быстро перепечатал, прямо вот руками? Иначе… Я вас не понимаю, я говорю, что… А что вы делаете тогда? Так, дальше. Вам известно, что разные слова надо отделять слово от слова. Основывая фазы. Ну, основывая фазы, такое получилось одно большое слово. Основывая фазы. Такого слова нету. Это не единственный случай, когда вы слепляете слова. Зачем вы слепляете слова? Их надо разделять. Почему, говорят, член разделен? Говорит. Потому что, если он не разделяет слова, так это что такое? Дальше, значит, если у вас стоит запятая, то сразу надо пропуск, надо сделать. Вон. Так. Так, это по форме я к вам придираюсь. Значит, вы отличаете тире и дефис? Вы в школе учились? Кое-либо то-нибудь поставить дефис не забудь. А так вообще дефис не надо его нигде ставить, там, где надо тире ставить. Потому что Иванов, художник Петров, студент, это будет дефис или тире? Тире, конечно, тире. Заменяет – есть. А дефис – есть, не заменяет. Поэтому, к сожалению, на этих компьютерах портативных тире нету. Или его трудно найти. Или надо какое-то место взять у себя, там, где поместить из другого. И потом там будет тире, эти тире брать и переносить методом переноса. То есть там будет очень плохо. Но на больших компьютерах на всех есть. Вот надо это делать. Так, ну уж отделять-то слова, что там, пробел надо нажать? Пробел, ничего не нажали. Основы, пробел, фазы, дальше, собственности, запятая, пробел. Относилор в владельческую, тоже вместе, такое длинное слово. Относилор в владельческую, такого слова нет. Я знаю, что такое слово нету. Это что-то, видимо, спинтаром или... Да я вот и объясняю, только одним, алкоголем. Больше ничем это не объяснить. Чем еще можно это объяснить? А вы мне говорите нет, а у меня нет оснований вам не верить. Но поскольку вы не подписали, я думаю, что вы чувствовали себя безответственным. А сейчас вот вы подписали, теперь вот встает вопрос о привлечении вас к ответственности. Другой разговор. Значит, первобытной информации такой нету. То есть первобытная коммунистическая, потому что коммунистическая означает, что она основана на общественной собственности. А у вас просто первобытная. Это неправильно. Надо различать две формации. Первобытную коммунистическую и коммунистическую, вышедшую из капитализма. Разные коммунистические формации. Как частные формации, основанные на частной собственности, их три, а тут их две. А раз она основана на общественной собственности, то, можно сказать, коммунистическая формация. Ну какая? Первобытная коммунистическая. Так, вот, значит, человек, который имел дело с политэкономией, ему режет ухо, когда пишут производственных сил. Запомните, таких нету, такого понятия производственные силы. Нету. Есть понятие производительные силы. Это люди и средства, работники, и средства производительные. А производственные – это совсем какой-то жаргон, который есть у всех людей, которые на производстве. У них там силы производственные. Какие? Если они, давай, поднимай. Какие силы производственные? Что это такое? Непонятно. Значит, правильные подержи надо, когда вы пишете. Она не могла быть. Она не могла быть. Она, она этого не могла. Чем вы это тоже будете объяснять, что вы были трезвы? Так, опять производственные, производительные. И вот у вас, когда вы рассматриваете переход к эксплуататорскому обществу, вы говорите, что тут была и прогрессивная сторона была, сказали, что другие результаты экономических отношений, а духовное развитие как-то бы опустили. А это важно, правда? Теперь книгу вы видели? Вы видели когда-нибудь? Вот книга так кончалась справа, нет? Не видели? Некрасиво. А красиво что нужно сделать? Там есть на компьютере, когда вы можете по ширине разогнать. Вобраться, сделаю все по ширине. Ну, для этого надо вот подумать. Как надо подумать о чем? Чтобы вот экзаменатор, которому вы даете бумагу, чтобы он не озверел, накинулся на вас и поставил вам плохую оценку, а чтобы он увидел, как красиво, хорошо, разомлел и поставил пятерку. Ну, это же политическая акция, вы должны готовиться. Вы же конфликтолог. Вы что, конфликты разжигать собираетесь или как-то сглаживать? По-моему, вы так сделали. В прошлый раз я на девушку напал, отцетскую. Сейчас на вас. Ну, потому что она тоже со мной немножко поконфликтовала, но подписала, но не хотела. Видимо, она чувствовала, что там как-то что-то нехорошо. Но подписала в итоге, поэтому разбор будет вот в конце. Вот так что вот так. Дальше. Благодаря технологическим прорывам наращивание темпов производства было. При Марксе. Ну, что там прорывалось такое? Когда труба прорвется, это плохо. Горячая, собственно, водой. Ну, что такое за прорывы? Это прорывы, говорят, болтуны, которые не развивают науку и технику. Что прорывается там? То есть технологическое развитие техники и употребление производства. Ну, как бы, проводить туда. Что они прорываются? У нас должно систематическое быть внедрение научных достижений в производство, а не прорывы. А если кто-то прорвался, это значит, он деньги получил какие-то. В чём прорыв? То есть это трепотня такая наукообразная, её не надо впитывать в себя. Так, после капитализма по мнению Маркса. Ну, согласно Марксу написать. Потому что у Маркса нас мнение, честно говоря, не интересует. Это научное знание, которое он дал, интересует. Правильно? Вы мнение собираете или знание? Я думаю, что знание. Они привносят что-то качественное новое. Качественно новое белье. Так, к историкам, сделавшим открытие, относятся Тереми, Дея, Гизо. Ну, таких историков, которые сделали открытие, много. К историкам, сделавшим открытие класса, относятся Тереми, Дея, Гизо. А что учёные все, и учёные что-нибудь какие-то открытие делают. Ну, вот и подпись под этим. Так, ну, всё, я вам разобрал. Значит, все поняли, что надо отнестись к этому аккуратно. Писать меньше, чтобы я меньше придирался. Ну, как создавать почву для того, чтобы вам тут ковыряли? Ну, где-то написали, ну, максимум две страницы в целом, а три – это уже перебор. Что это три страницы это? Кто это будет читать три страницы? Вас, вот посчитайте, вот если вы придёте, каждый написал по три страницы, а у вас, скажем, 20 человек, это уже 60. И это у нас экзамен будет до ночи, и вы не уйдёте. Так, пожалуйста. Ну, это у нас тренировка, да, идёт? Тренировка идёт. Это ничего не означает. Это вовсе не означает, что те товарищи, которым я тут всякие предъявил претензии, особо предъявил, что они получат меньше, наоборот, они получат больше. Они уже пошли, они первыми идут по минному полю, а другие смотрят, где взрывы, и дальше-то они ведут. Так что вот. Так, это к этому и вернёмся. В конце лекции. Сегодняшняя лекция у нас посвящена теме государства. Государство. Так, есть люди, которые знают уже, что такое государство, и могут сказать? Или таких людей нет? Нету? Ну, слово-то вы слышали такое? Кто не слышал слово «государство»? Нету таких. У нас какой университет? Государственный. А что такое государство? Вот государство, люди, которые изучали формации, они должны нам подсказать. Когда государство-то появилось? Государство появилось. А? Когда государство появилось? Не понял. Какого класса? Когда появились классы. Да? А зачем оно так? У какого класса появилось государство? У каждого класса по государству? Нет? У каждого класса по государству. У какого? У каждого класса появилось. У господствующего. У господствующего класса. А зачем господствующего? А и так господствующий. Зачем ему государство? Может быть, надо наоборот государство, этому самому классу, который гнетённый, чтобы защищаться от господствующего. да вот чтобы господствующий класс а почему ему для того чтобы сохранить господствующие положение требуется потому что он составляет меньшинство на самом деле хоть говорится про рабовладельческую демократию а там демократия кому относилась кого включала вся демократия только рабовладельцы а почему а потому что эти вот рабы это же не люди а почему они не люди а потому что они как появились рабы это побежденные представители другого племени вот как бы его вот победили но поскольку уже можно использовать его для того чтобы что-то сделал его не убили оставили ему жизнь он уже должен радоваться что жизнь у него есть вот но она больше претендовать он не может никаких прав у этих рабов нет людей не считается это говорящие орудия вот и все но это говорящие орудия так не считает говорящие орудия считали что не должно быть такого и она может поднимать восстание или убегать тех кто убегает что нужно делать ловить а тех кто принимать восстание безжалостного не сажать так вот это для этого рабовладельцы и как Первый класс, который стал классом-эксплуататором, создали специальную организацию. Какую? Организация просто люди там ходили или вооружённые люди? Вооружённых людей, которые специально осуществляют силы и принуждения интересы правящего класса. Ловят этих самых убежавших рабов, возвращают их хозяину. А хозяин что хочет, может сделать с рабом? Что может сделать владелец с рабом? Может ему оставить жизнь, а может и не оставлять. Им для этого не надо ходить в суд, в прокуратуру, никуда не надо. Вон тут тебе и суд, и прокуратура, и судебный исполнитель, и министерство юстиции, всё в одном спокойном. Поэтому, что касается отношения с рабом, то государство как раз, то есть та организация силы, организация принуждения, который создал господствующий класс рабовладельческий, она обеспечила полный диктат рабовладельцев над рабами. И для этого и применяла силу, то есть нещадно их, так сказать, убивала, казнила, наказывала в интересах рабовладельцев. Ну и поскольку это было делалось систематически, это уже не просто организация, сейчас мы говорим, что применили силу и разбежались, или разошлись. Нет, это государство, это не просто организация силы, а это организация для систематического применения насилия в интересах господствующего класса. Для систематического применения насил. А раз систематическое, надо разработать эту систему. Поэтому и государство уже действует, разрабатывает специальные нормы, правовые, по праву. А право что такое? Что такое право? Не слышали такое слово право? И что это значит? Не знаете, да? И вот государство разработало такие законы, чтобы по праву наказывать тех студентов, которые не знают, что такое право. И поэтому и называется государственный университет. А как наказывать? Очень просто. Ставить оценку плохую. Потом комиссия. В комиссию кто будет входить? Студенты или преподаватели? Потом, значит, комиссия делает выговор преподавателю за то, что он проявлял гнилой либерализм по отношению к студентам, которые плохо занимаются. А студенты выгонят. Вот это называется государственное принуждение. На понятном нам языке. Поэтому, а что еще хотят сказать тем, что... Ну, написали, попросим, Санкт-Петербургский университет. Журнал, например, Вестник. Санкт-Петербургский университет. Он государственное там не пишет. Зачем там писать государственное? Там же наука. Вестник Санкт-Петербургского университета. А государственное таково, как наказали, к чему принудили и так далее. Поэтому есть приказы. За невыполнение приказов ответственность какая-то. Значит, итого. Значит, государство – это машина насилия, машина принуждения, организация насилия в интересах господствующего класса. Особые отряды этих людей вооруженных. А из чего состоит государство? Ну, если вы рассмотрите все три формации, где государство, где имеется эксплуататорское общество, везде это мощная организация силы. Ну, а если вы возьмете неэксплуататорское общество, социализм, то поскольку оно должно защищаться от другого общества, от капиталистического, и от тех, защищать это общество от тех, кто будет выступать так, как выступала буржуазия или мелкая буржуазия, оно тоже имеет организацию и силы. Поэтому, вплоть до полного коммунизма, когда классов не будет, есть необходимость в государстве. И эта необходимость не отменяется, а отмирает. То есть, если есть какие-то нарушения, надо их подавлять. А если нет нарушений, так нечего и подавлять. А раз нечего подавлять, зачем организация подавления того, чего нет? Поэтому тот, кто хочет уничтожения государства, он должен заботиться о том, чтобы было ликвидировано социальное неравенство, и не было бы классов, а поэтому нет систематических нарушений. А какие-то нарушения правил общих правил общежития, какие могут быть, они легко решаются и без того, чтобы применять насилие. Вот мне товарищ принёс, я почитал и делал ему замечание, он возьмёт их и исправит, да? И вы тоже мне принесли, дали, и никакого насилия тут нету. Есть насилие? Нет насилия. Никто никого не бил. Ну, немножко угрожал там этим экзаменам, но это так, для шутки. Так. Что дальше происходило с государством, когда появились новые классы, следующие информации? Классы феодалов и припасных. В чём состояла изменение? А почему так появилось? Почему рабовладение пало? А потому что развитие производительных сил создавало новые средства производства. А новые средства производства рабам не нужны. Почему? Потому что всё, что они создают, принадлежит кому? Рабовладельцу. Всё. А поэтому от того, что я буду больше создавать, если всё принадлежит вам, мне лучше это не быть. Поэтому не заинтересованы эти производители в развитии производительных сил. Более того, они средства производства рассматривают как средства своего закабаления. Вот, может быть, более совершенное оружие придумано, в том числе для того, чтобы охранять или преследовать этих самых рабов, нападать на них и так далее. Поэтому для развития производительных сил нужно было избавиться от того, чтобы трудящийся был бы просто живым орудием. А как это сделать? Ну, вот надо исключить смертную казнь. То есть сделать невозможным, чтобы тот, кто является эксплуататором, мог бы по своей воле просто казнить человека. А эта функция осталась за кем? За государством. То есть феодальное государство может казнить, а вот помещик не может казнить. Поэтому он отец родной теперь. А что значит отец? Он может бить розгами. Как бы это у него дети? Вот он, дети. Ограничения есть насчет битья? Нету. Это недавно было уже. Когда у нас крепостное право отменили? В 1861 году. Еще до этого можно было спокойно отправить на Сену и там повоспитывать. Как об этом рассказывал Некрасов, да? Вчерашний день. Часов в шестом. Зашел я на Сену, там били женщину кнутом. Крестьянку молодую. Ну вот капитализм же лучше строить, чем феодализм. При капитализме не бьют же женщин кнутом. Вам нравится капитализм? Лучше же, правда? Чем этот феодализм? Уже женщин кнутом не бьют. И уже даже им дали право голосовать. Но долго там, в Америке особенно задерживались, в самой демографической стране. Все никак не хотели давать права голосовать на выборах. Ну вот так более-менее с правом стало лучше. Ну а принуждение осталось государству. Поскольку крепостные норовили убежать раз. Надо было этих ловить и возвращать помещику. И, соответственно, помещик мог их там нещадно бить плетьми. А мог бы потребовать, чтобы государство тоже их за побег наказало. Ну а что касается восстаний рабов, которые вообще не хотели работать, это черт знает что. Есть целый класс, который хочет жить в красивых домах. Вот таких красивых, которые в Петербурге. Самые красивые такие здания. Бургазии такие не могла построить. Она все за деньгами гонится. А помещики-то они за красотой же гнались. Они же для потребления своего создавали. Вот и Санкевский дворец, и Таврический для Меншикова приготовила Екатерина. И домик, избушка хорошая была. Зимний дворец тоже для того, чтобы царю. В семье царя было как-то уютненько. Красиво же и просторное довольно. Там нет такой... Не то, что при Хрущевле там делали комнатушки маленькие. Очень здорово. То есть прогресс явно налицо. А что касается восстаний припасных, беспощадно их подавляли. Что сделали с Степаном Вразием? Казнили. Что сделали с Емельяном Пугачевым? Казнили. В этом участвовал даже лучший наш полководец Суворов. Вез накази в клетки Емельяна Пугачева. И вот новое общество. Открылись новые горизонты. Свобода. Буржуазия пришла. Когда она пришла, что она сделала? Первым делом поотрубала головы феодалам. Правильно? Что нам известно про французскую буржуазную революцию? То есть она беспощадно относилась к врагам революции. Правильно? И поскольку их много было, этих голов, которые надо было отрубать, она не вручную уже это отрубала. А буржуазия готовилась к промышленному производству. Она придумала гильотину. И уже это где-то отрубала. Так что память надолго осталась. И у нас даже было до последнего времени два объекта, которые в честь вождей французской, буржуазной революции были названы. Это набережная Робеспьера и улица Марата. Ну, у нас же сейчас какое общество буржуазное в России, правда? Казалось бы, самое время восславлять буржуазных революционеров. Ну, раз это буржуазия должна же помнить, кто привел ее к буржуазному строю изначально. И она помнила. А потом вот наш губернатор Полтавченко, который что-то занялся богоискательством или богостроительством, и как-то он решил смешивать государственные функции с религиозными. Вот одним из достижений буржуазной революции было отделение школы от церкви, а церкви от государства. Правильно? Поэтому сейчас вот если люди приходят, государственные деятели куда-то и со свечками стоят, а они кто? Подсвечники. Потому что у нас этих религий много. Сходил в православный храм, так надо в католический зайти. А еще у нас же тут синагога есть, туда надо что-нибудь покрыть, сечки, голову-то. И в синагогу отправиться, там тоже отметиться. А почему вы не пошли туда, к станции Борьковская, там мечеть стоит, там тоже надо сходить. Ну и так сказать, надо бегать по этим религиозным конфессиям. А их много. Да еще отвезвления всякие есть. А некоторые еще и реакционные, например, как свидетели Егова. Их закрыло государство наше буржуазное. Закрыло. А почему? А применило силу. Потому что, так сказать, оно это реакционные действия по отношению вообще к буржуазному строю. Поэтому оно их и наказало. Потому что буржуазные строи-то не надо обижать. Для защиты его существует буржуазное государство. И там вот на Коломярском шоссе, там такой был, такой дворец съездов, этот дворец съездов, где были эти свидетели Егова. Его передали... А? Почему? Целетро Алмазово. Да, Алмазово. В больнице у меня Алмазово. И там уже все висит, все хорошо. У меня тоже было общение с этими свидетелями Еговой. Как-то мы в поселке Ульяновка делали субботник по восстановлению дома Ульяновки и Визарово. И тут, значит, а я там землю копал, вскапывал. И тут подходят ко мне две такие женщины солидные, с книжки у них такие толстые. Говорят, вы, Михаил Васильевич? Я, Михаил Васильевич. Вот нам сказали, что вы Библию прочитали. Говорят, да, было такое. Вам понравилась? Говорят, очень, очень интересная и полезная книга. Историческая. Книга мудрости. Я говорю, а вы кто? А мы, говорит, свидетели Еговы. Я говорю, что, и видели его? Нет, говорит, не видели. Я говорю, так куда вы? Не свидетели, а лжесвидетели. Они в книжке подхватили, добежать. Вот, так что. В общем, эти лжесвидетели наше государство буржуазное покарало. Не надо обманывать людей. Ну, был, допустим, одни считают, что был Бог, он как бы и есть там где-нибудь. А они вот тут уже свидетели появились. Так. Так вот, наш дорогой губернатор Полтавченко, бывший, новый пока у нас еще не избран, только у нас временно исполняющий обязанности, Беглов Александр Дмитриевич. Вот. Он взял и набережную Рубискера переименовал во что? Воскресенскую. Почему Воскресенскую? Может, в честь того, что Христос Воскресе? Не, не поэтому, а потому что там была Церковь Воскресенская. То есть, Церковь Воскресенскую, он посчитал более важным событием для буржуазного государства, чем вот буржуазная революция во Франции, в которой свобода началась. А свобода же была действительно от крепостной зависимости. Нет же больше крепостной зависимости. Никого нельзя при земле, бить, а дубинками можно, правда. Но это по специальному закону. Могут подойти к вам и сдать дубинкой по голове. Если плохо, вы себя будете вести. Если хорошо, никто к вам подходить не будет. Но нарушения возможны. Вот. Ситуация какая. Осталась только улица Марата. Ее не переименовывать. А знаете почему? Она называлась раньше Грязи. Грязи, да. Ну, если историческое имя издать Грязи, то народ не поймет. То же самое, например, с Дзержинском в Нижегородской области. Там Растяпино было название этого до Дзержинска. И что-то народ не хочет ее переименовывать Дзержинск в Растяпино. Но как-то ну, Дзержинский Растяпо и никогда не был. Как-то это не очень видится. Точно так же, как скажут, не такая глупая у нас буржуазия, чтобы взять вот памятник Дзержинскому, вот его. Стоит на Шпалерной, то есть на Войнова. Там, где областное управление, как в ФСБ. И нам никому он не мешает. А в Москве там он кому-то помешал, они там и Свердлова, так сказать, свалили, и Дзержинского свалили. И начинали воевать с памятниками. А вот у нас в город высокой культуры, у нас вот памятник к царю стоит Петру. Вам мешает Петр на берегу? Что он вам рыбу мешает ловить? Что он мешает вам делать? Ничего не мешает. Красивый памятник. Это памятник. Искусство. Искусство – это художественный образ. Не надо с художественными образами воевать. А вот там еще один царь стоит около Мариинского дворца, прямо на Исаакиевской площади. Прямо там, где законодательное собрание Санкт-Петербурга, буржуазное законодательное собрание, царь феодальный. А то его. Кто-нибудь его трогает? Не трогает. Вот туда 1 мая пойдет демонстрация, и туда самая, что не нравится, так сказать, часть революционная пойдет сюда. А профсоюзы такие буржуазные пойдут на Дворцовую площадь. Все так и разойдут. И никому этот царь не мешает. Точно так же, как вот Ленин стоит у Финляндского вокзала. Он кому-то мешает? Нет. Он кому-то помешал, ему взорвали пальто. Тогда городская власть, учитывая, что это объект высокой культуры, художественный памятник, она выделила 7 миллионов, и пальто починили Ленину. И стоит по-прежнему Ленин спокойно там, где стоял. А еще есть очень высококудожественный памятник Ленину. У Смольного вам туда в ходу нет. Потому что туда уже за эту загородку, где стоит памятник, только тех, у кого есть пропуск в Смольный. Поэтому вы пройти туда и прочитать, что там написано. на 17-й, на 17-й, 27-й, 10-летие пролетарской диктатуры написано «Диктатура пролетариата». И хотя у нас диктатура буржуазии, но умные буржуазии это глупости такие делают, чтобы взять памятник, сломать, на котором написано. А вот пропилей Смольного, там написано с одной стороны первый совет пролетарской диктатуры, с другой стороны пролетарии, всех стран и никто замазывать это тоже не собирается. Так что более того, дом политпросвещения Ленинградского кома партии, который напротив Смольного, теперь называется деловой центр, бизнес-центр, пролетарская, площадь пролетарской диктатуры, дом 6, очень красиво называется. Бизнес-центр, площадь пролетарской диктатуры, дом 6. И улица есть пролетарская диктатура, и тоже ничего, как-то так. А вот Салтыков-Щедрин был плохой человек, много критиковал начальство, и его переименовали в Кирычева. Потом еще писатели два таких, как Керсон и Гоголь. Наверное, вы и не знаете, где эти улицы были. Сейчас это Малая и Морская и Большая и Морская. Море там, правда, не видно, но так в целом они туда идут, туда, к заливу. Но только там до залива еще как до неба. там столько надо проехать. Вот. Вот буржуазия. Она укрепила государство и даже придумала такую штуку, как вот дубинки резиновые. И еще всякие автозаки придумала, потом шашки дымовые, чтобы кинуть у вас шашку и тогда у вас слезы потекут. А слезы потекут, радости такой не будет на демонстрации. И еще люди будут такие, как космонавты с такими шлемами, скафандрами, с шлемами. Даже интересно на них смотреть. Я как-то стою около, подошел к Швилинганскому вокзалу со стороны Невы, а там как раз группа таких космонавтов стоит, а там несколько пенсионеров требуют повышения пенсии около памятника Ленина. И там расхаживают обычный милиционер в обычной одежде. Без какого-то ни было вооружения. А эти вот тут бронежилеты. Сзади там броня у него. И тут вот это все делали. А тут вдруг эта бабушка его палкой к нему откуда. Но они в бой не вступили с бабушками. Они просто стояли и сохраняли порядок. Охрана охранять. А кто устанавливает порядок? Ну кто главный тот и устанавливает. То есть господствующий класс устанавливает порядок. Поэтому можно сказать, что всякое государство это по своей сущности диктатура господствующего класса. Диктатура господствующего класса. Всякое. Нет такого. То есть была диктатура рабовладельцев, потом диктатура феодалов, потом диктатура буржуазии, потом диктатура пролетариата, а в России потом опять диктатура буржуазии. У нас особая страна, вперед назад для лучшего усвоения. А почему? А что такое диктатура? Кто-нибудь попробовать не хочет сформулировать? Вот слово вы слышали такое. Что это такое диктатура? Вот вы знаете, что такое диктатура? Может, у нас сейчас тут диктатура, а вы тут сидите. Надо же воевать против этого. Что такое диктатура? навязывание Громче. Мерес командовать определение. Все равно ничего не могу слышать. Вы еще не можете лекции читать, потому что меня слышно, а вас нет. Поэтому сидите там пока. Лучше сказать, что про диктатура. Может быть, навязывание своих интересов? Что? Навязывание. А что с веревками приходит? навязывание своих интересов? так, в принципе, правильно. Ну, как-то так. А вот сосед с формулировкой не хочет отточить. Он, знаете, вы такое, что такое диктатура? Знаете? Слово-то слышали такое? Что такое диктатура? Особая социальная политическая формация. Формация целая? Заканчивайте выступление. Какая формация? Сущность власти уже формации все перебрали. Есть формации, в которых нет государства, там и нет диктатуры. Есть формации, в которых в первой фазе есть еще государство, как социализм, коммунизм в первой фазе, во второй уже нету. И три формации, в которых есть государство в каждой рабовладельческое, капиталистическое, феодальное и капиталистическое, ужасное. И в каждой этой формации есть диктатура. Но это сущность власти. А что такое по смыслу-то слова диктатура? Как вы понимаете? Кто еще хочет попробовать? Лучше попробовать до экзамена. Что, вас диктатура запугала, что ли? В чем дело? Можно я тогда скажу? Диктатура – это власть, не ограниченная никакими законами. Диктатура – это власть, не ограниченная никакими законами. Это как понять? А вот так и понять, что любой какой надо закон, такой будет принят. Как это происходит? Очень просто. Вот скажем, берем рабовладельческое общество, там государство. Это государство из кого состоит? Из рабовладельцев. Правильно? И орган, который сформировали, рабовладельцы. А кто там? А там демократия была. Кто голосует? Рабовладельцы. Ну, немножко свободных граждан. Рабы в этом не участвуют. Тогда это ничем не ограничено. Вот они законы устанавливают, ничем не ограниченная власть. Никакие другие классы этому не помеха. С другими классами – классовая борьба. Феодальное государство. Ну, обычно они еще находят какого-нибудь одного человека, называют его царем. Но если царь не тот попался, что делают с этим царем? Убивают и ставят другого. История России этому подтвердили. Правильно? Чтобы не думал так, что он такой важный. Кто прогнал царя? Большевики или буржуазеи у нас в России? Николашку кто прогнал? А? Буржуазеи. Пришли ему и сказали. Люди серьезные, причем в том числе обреченные не только деньгами, но и воинскими званиями. Волокомандующие нашими по существу. Войсками. Посоветовали ему по добру, по здорову пытаются вложить полномочия. Он изложил. Он брату, с которым он предлагал. Брат говорит, дай мне это, Михаилу, зачем мне это надо? Я тоже не согласился. Так и не стало монархией. Так что это вот буржуазея. Но это ее обязанность, так сказать, не изложить предыдущий класс. Правильно? И все. Вхранная революция. Какие надо законы? Как она принимается? Самый хороший строй для эксплуатации – это феодализм. Лучше его не бывает. Кто голосует, принимает законы? Кто? Крестьяне участвуют в этом? Нет. Не участвуют. Их никто и не убивает, но они и в голосовании не участвуют. То есть есть служилый класс такой, дворянство, они все на службе у государства, то есть они с собой образуют государство. Они и при оружии, они и готовы выступить в нужный момент. Правильно? В том числе и против другого класса. И вот они принимают такие законы, какие им надо. Ничем они не ограничены. Чем они могут? Кто их может ограничить? Крестьянство? Ну, к крестьянству повечим, если надо, необходимое количество людей застрелим, головы отрубим и все. Но диктатура буржуазии тут сложнее. Тут не так. Тут наоборот. Тут все принимают участие в голосовании. Все. Все. И по этому поводу. А раз все участвуют в голосовании, значит, кто выиграет? Для этого, чтобы на этот вопрос ответить, надо нам знать то, что мы с вами уже изучали, что общественное бытие определяет общественное сознание. Есть ли богатство в этом обществе у буржуазии, то, следовательно, и все средства влияния на голосование находятся в руках у буржуазии. Вот если вы со мной будете соревноваться на выборах, соревноваться на выборах, а я миллиардер, в мае будет вот там висеть плакаты. Плакаты. Голосуйте за Попова. А вашу фамилию вообще никто не узнает. Почему? Потому что как только вы свои листочки такие маленькие повесите, то у меня будут люди на службе, я их буду платить по пять тысяч студентам в день, в день, чтобы выходили и срывали, или зачеркивали, или там писали. Дурак. Там, где ваши. И все. Я выберу. Так что это давно изучено, что делать. Маркс это оценивал так, что означает демократия буржуазная, что один раз в пять лет представителям угнетенных классов дозволяется решать, кто из представителей угнетающих классов будет представлять и подавлять их в парламенте. Ну, есть разница, вот вы будете меня подавлять или она будет меня подавлять. Вот смотрю, она вот симпатичнее, пусть она меня лучше подавляет. Все равно мне, говорится, меня будут подавлять. Так уж лучше будет кто-нибудь, кто посимпатичнее. И все. Логично? Логично. Поэтому и эта машинка работает без сбоев. Никаких сбоев не дает. Поэтому только совершенно наивные, политически наивные люди могут думать, что вы изберете своего. Вы можете избрать кого? Представителя господствующего класса. Но такие наивные люди у нас существуют в нашем обществе, даже среди так называемых левых. Вот, например, на последних выборах президента. Кого вы выбирали? Президент – это кто такой? В системе? Это вот у нас буржуазная власть. Это какая диктатура? Это диктатура буржуазии. Значит, кто такой президент тогда? В чем его мессия? И это высшее должностное лицо в системе диктатуры буржуазии. Правильно? Поэтому напрасно мы будем искать различия между позицией президента и Думы, или Совета Федерации, или всего законодательного, или всего федерального собрания Российской Федерации. Так вот, у нас, значит, КПРФ решила предложить Грудинина на пост президента. То есть, КПРФ, коммунистическая, как она себя пишет, коммунистическая партия Российской Федерации, решила предложить на пост своего человека, на пост того, кто будет осуществлять диктатуру буржуазии. Это же хорошо, да? Найти, скажем, в классе противоположного того, кто будет хорошо осуществлять диктатуру буржуазии. Неплохо придумано. И тем самым КПРФ показала то, что она по существу не является коммунистической партией. Еще, так сказать, дурной пример зародителен, вот, скажем, РКРП, Российская Коммунистическая Рабочая Партия, она же имеет свое формально-юридическое лицо в виде такой политической партии Ротфронт. Ротфронт это немецкое название, но переводится как Красный Фронт. И вот этот Ротфронт решил кандидатом к крановщицу с Кировского завода. Кандидатом в кого? Не в тех, которые будут защищать трудящихся, а кандидатом на высшую должность, кандидатом на высшее лицо в системе диктатуры буржуазии. Ну, как вы думаете, это какая партия? Если она предлагает кандидата на то, чтобы осуществлять диктатуру буржуазии, значит, она по существу тоже уже не является коммунистической партией. Дескать, а зато нам дадут время. Во-первых, время дают очень мало. Если вы знаете законность буржуазную, она такая. если мы будем с вами кандидатами, всем нам дадут по 15 минут на телевидении. А дальше? А дальше? У каждого есть избирательный фонд, и каждый может принимать в этот избирательный фонд деньги. Вот если меня знают, мне накидают этих денег вагон, а вам не накидают этих денег. И я буду сидеть с утра до вечера и доказывать, какой вы плохой. И кого выберут? Меня и выберут, а вас не выберут. Это же, как вы думаете, у кого самый большой был избирательный фонд на выборах президента? Дело в том, что у нас это все открыто. Российская газета опубликовала, у кого из кандидатов сколько денег в избирательном фонде. Значит, любая фирма российская может сдать деньги в избирательный фонд. Безвозмездно. И поэтому много таких фирм, которые дают, дают, дают. Но вот в одни дают много, а в другие дают мало. Яблоко очень большое имело избирательный фонд, но ему не помогло это. Ну, как вы думаете, у кого, кто выиграл, у того самый большой избирательный фонд. Причем там такие типовые организации, которые называются, вроде фонд, там вот это вот создал. Только уже один астраханский, другой, нижегородский, третий, ростовский, четвертый, другого города. Ну и разные другие компании. Или физические лица. Вот вы, например, будете когда-нибудь выборы президента, вы можете рубль послать в фонд кандидата президента, чтобы вас узнали, кто вы. Пусть знают что-то студентам, как им не тяжело, они приняли активное участие и поддержали кандидатуру. А вот если бы вашей поддержки не было, еще неизвестно, прошел или нет. Но вот только нельзя, если у вас в капитале есть хоть один процент иностранного, все, уже вы не можете складывать, только все, чисто российские должны быть. Российский капитал только может участвовать в том, чтобы финансировать выборы. То есть здесь что решает это буржуатное общество, что решает, аргументы или деньги? Деньги, ну вот как говорят товарищи капиталисты, если нужно решить проблему, надо найти кого, кому заплатить и сколько. И проблема будет решена. И все. Поэтому здесь тоже абсолютная власть, диктатура. Но диктатура в кого, в чего? В буржуазии. Ну хорошо, вот советская власть, она вроде так тоже красивая, советы, трудящиеся, дальше. Но власть, она же должна принуждать всех, кто не работает. А как она принуждает? Кто не работает, тот не ест. Вот если вам не давать есть, так вы же начнете кидаться на других людей, у которых еда есть, но если нельзя человека в таком положении, значит, тогда приходится их принуждать, арестовывать, отправлять в тюрьму. поэтому и если буржуазия, создавая свое государство, сделала частную собственность, священной, неприкосновенной, то власть рабочего класса тоже сделала так, чтобы общественная собственность была священной и неприкосновенной. Украсть было нельзя, общественную собственность, разбазаривать ее было нельзя, ущемлять ее было нельзя, она была священной и неприкосновенной. Как только она перестала быть, начиная с Хрущева, появился такой закон о мелких хищениях. Не надо ворвать, но 50 рублей можете взять. С завода унести 50 рублей. Сегодня. Завтра еще 50, послезавтра еще 50. В один раз нельзя больше 50. И пошло. И это для начала разговора, а потом пошло, пошло, пошло разложение. А потом пошла приватизация. В каких форумах мы видели приватизацию? Две форумы были. Или собираются люди на предприятия, а уже есть закон буржуазный, который говорит, что вы можете выбрать форму приватизации. Приватизировать, не приватизировать, уже вы не можете. То есть, три формы только есть. Выбирайте или повеситься, или утопиться, или застрелиться. А выбор за вами. А вторая форма такая, приватизация. Ельцин, деньги кончились государственные, растратил. Говорит, слушай, дай 100 миллионов. Капитали, банкирован кто-то, говорит, дам. Но только под залог. А вон возьми этот завод кировский. В залог. Это что значит? Слушай, ну я тебе не отдам деньги. Ты говоришь, да и ладно. И что получилось? За 100 миллионов купил кировский завод. И так дальше. И так раз, раз, раз. Это называется залог. Залоговые аукционы. То есть дается кредит под обеспечение. А обеспечение это фабрика, завод. И эта фабрика или завод, поскольку не отдается этот кредит, он не переходит. То есть если бы продавать, то это немыслимо такие низкие цены на фабрики, на заводы. А это был просто залог. Поэтому он просто как залог перешел во владение. И все. И таким образом у нас вот те фабрики и заводы, которые были в общественной собственности, стали частной. У нас какие есть формы частной собственности? Есть у нас государственная собственность. На сегодняшний день в собственности государственных предприятий имеется такое количество заводов, которые производят 70% валового внутреннего продукта. То есть у нас государственный сектор большой. Это что такое? Какая это собственность? это частная собственность класса капиталистов. Они совместно это делают. А как они это делают? Сидят чиновники. Чиновники эти могут в доверительное управление иметь часть этой собственности и передавать в доверительное управление и получать дивиденды. Но они пока их не будут тратить, они потом их будут тратить, когда закончат службу на этом месте. во-вторых, они получают гигантские доходы, которые обманно называют зарплатой. Допустим, Роснефть члены совета управляющего получают порядка 28 миллионов в месяц. Вот вам дать такой... Я думаю, почему студентам столько не дают стипендии? Чтобы студенты не умерли. Потому что если они такое получат, наверное, умрут. А если они не умрут тут, то пока они домой идут, отнимут эти деньги, а их убьют. В общем, нам повезло. У нас таких денег нет? Ну, товарища, мне повезло. На самом деле, это что такое? Ах, это называется зарплатой? Или говорят, я заработал? Или заработала, как Ксения Собчак говорит. Такое заработать нельзя. Почему? Потому что от трудов праведных не наживешь палат каменных. Потому что работать, это значит потратить труда. Вот человек, который больше всего тратит труда, это вот шахтер, который рискует своей жизнью, находится под землей во вредных условиях, ну, вот они получают хорошую, хорошую, если зарплата, 50 тысяч. Поэтому из этих 28 миллионов, 27 миллионов 950 тысяч это прибавочная стоимость, а остальное это зарплата на самом деле. Поэтому когда вы обдумываете обдумываете, а почему так медленно развивается у нас экономика? Ну, сами подумайте, как озабочены люди, чиновники, Которые сидят и управляют государственной собственностью. Во-первых, тем, что, как там у меня то, что в доверительном управлении. Во-вторых, куда потратить, как куда спрятать, куда отвезти, туда ведь увезешь за границу, а там могут арестовать. арестовывали его, это арестовали у Рыболовлева два, а он собственник, у него два миллиарда взяли, арестовали его собственность. А что такое арестовали? Это еще вроде бы тебя не отобрали, но уже и пользоваться нельзя. А кто будет пользоваться? Ну, вот те банки, которые арестовали, тебе будут давать кредит, ваши деньги, и на этом обогатятся. Поэтому свободные, так сказать, индивидуальные частные собственники буржуазные не очень-то здорово живут, потому что у них могут отобрать. За границу увезешь, отберут, здесь могут узнать происхождение и посадят. Вроде бы амнистию сделали для них, амнистия капитала, слышали такое понятие? Но капитал же не может быть преступником, преступником может быть только капиталист, поэтому амнистия капиталистам. То есть признается, а амнистия это не просто освобождение от наказания, которое государство дарует тем, кто сделал преступление, а это освобождение от наказания по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть вы преступление сделали, но вас как бы не наказывают, освободили. Даже рассказывают такая была сценка в интернете, как Владимир Владимирович Путин собрал олигархов. Ну, они все богатые, очень даже, видимо, такое великое дело сделали, такие открытия, что стало у них много-много денег. Вот он говорит, ну, вот господа олигархи, вы, наверное, понимаете, что за такое короткое время нельзя столько денег получить неприступным путем. понимаете, все так молчат. Ну, так вот, вот уже товарищ Ходорковский шьет левую варежку за Байкалом. Сейчас ищем кандидатуру на то, чтобы кто будет из олигархов шить правую варежку. Есть желающий? Нету. На этом наш короткий брифинг. Наш брифинг, который всегда короткий. Считаю законченным. Поэтому в учебнике вот новейшая история для одиннадцатиклассников под редакцией Филиппова. Даже такой раздел был удаление олигархов от власти. Дескать, вы наворвались, нахватали, ну, не лезьте только во власть, потому что власть начнет выяснять, как вы это получили. и так вы сидите и хорошо, тихо. А не будете хорошо сидеть, значит, будете сидеть хорошо в тюрьме. Потому что говорят, ну, так вы можете каждого посадить. На самом деле действительно можно каждого посадить, потому что такие богатства добыты преступным путем. Поэтому когда надо кого посадить, того и сажают. Это еще раз проявляет себя, как то, что буржуазная власть есть форма диктатуры. Вот и все. И это надо запомнить, потому что некоторые противопоставляют диктатуру и демократию. Буржуазная демократия является формой, причем наиболее гибкой, наиболее приспособленной к осуществлению диктатуры. Потому что попробовал Гитлер с Муссолини устраивать другую буржуазную власть без демократии, а просто есть фюрер, и вот он, так сказать, осуществляет власть путем террора. Введение ужаса на тех, кто пытается противодействовать этой буржуазной диктатуре. Ну вот, даже такие крупные державы, империалистические, как Соединенные Штаты Америки и Англия, они были союзниками в борьбе против фашизма. Была создана антигитлеровская коалиция, которая состояла из одной социалистической страны и двух стран империалистических и сражались против фашизма и состоялся Нюрнбергский процесс и осудили фашизм как явление противоположное человечеству. поэтому фашизм в современном мире редкость. Он чаще бывает как частично проявляющийся, например, во внешней политике. Взяли, прилетели, уничтожили Ливию, а перед этим Ирак уничтожили, а перед этим разбомбили Югославию, то есть тоже наведение ужаса и осуществление диктатуры уже на международной арене. А внутри все хорошо, парламенты, голосуем, билетики, прозрачные урны, все отлично. Вот пример. Избрали нового президента Украины. Но что-то так, так там, видимо, тяжело украинцам считать, что до сих пор никак эта самая комиссия по выборам не может никак подсчитать голоса. Наверное, у нас нет ни компьютеров, ничего. Наверное, обездолена совсем Украина. Наверное, вручную и считают эти самые миллионы. Так что никак не могут посчитать и опубликовать даже итоги выборов. И говорят, да давайте вы поздравьте нового избранного президента. Ну так люди серьезные говорят, и наш президент говорит, ну что, ну пусть его объявят президентом, тогда мы его и поздравим. А может вы и откажетесь поздравлять, о чем вы поздравляли. Вы сами не можете его поздравить, потому что вы не посчитали до сих пор голоса, не провели инаугурацию. Ну, скажем, при социализме никаких инаугураций не было. Избрали вас, допустим, председателем Сонархома, и давайте руководить. Нет, говорит, я сейчас вот инаугурацию через месяц, пусть он руководит пока, пока все не засыпет. А потом вы придете и будете разгребать. А он безответственный, потому что знает, что вы же будете руководитель. Вы будете отвечать. А ему временщик, поэтому у нас такого не было. А тут вот такая новость инаугурации. А что это значит? А вот пусть положат руку на книжку, какую-нибудь на Библию или другую какую выберут книжку, у каждого своя. И что, спасет вас эта книжка от злоупотребления? Нет, конечно. Все это понимают. Это такая церемония, церемониал. Красиво, ну как же, всякую диктатуру надо подкрасить. Правильно? Потом, ну вот так прямо на вас цепи надеть, а если с цветами их аккуратно так увесить, то будет даже и красиво. Правда, цепи? Какие у вас красивые цветы? А цепи, где вы взяли такие симпатичные? Можно тоже, кстати, позолотить эти цепи, да? Даже вот про наших новых русских народ, что говорил, золотая цепь надубит с цепями ходили. Но называли это надубитом, не очень так принимали. Вот, тем самым, мы с вами осознаем вполне, что это диктатура, что всякое государство это диктатура, ничем не ограниченная власть, и она имеет такое устройство, есть органы законодательные, демократия, которые обсуждают, обсуждают, принимают решения. Вот, скажем, у нас законодательный орган как называется? Вы в России живете? Как называется наш законодательный орган? Как? Вот, он знает. Вот, спасибо, мне очень приятно. Знает федеральное собрание, ну, полностью. Российская федерация. А в нем две палаты. Нижняя палата называется? Верхняя палата. Ну, вот, видите, замечательно. Вот, человек, учитесь, человек знает. Он правильно здесь сидит. Он ко мне ближе всех сидит, вы дальше сидите, вы не знаете, он знает. Вот. Она принимает решение. Ее решение выше, чем решение президента? Чего вы качаете головой? Вот, спросите человека, знающего, а вы качаете головой зря. Не одно решение в реальной основании психиатра не может быть. При динаменте в сфере не задавали президента. Это исключение ответа. Значит, процедура, процедура такова. Значит, во-первых, федеральное собрание принимает законы, а президент издает указы. Разница в чем? Законы есть. Основной закон Конституции, вот если там больше половины, вот сейчас больше половины Единая Россия имеет в Думе, она может принять любую Конституцию, любую, которой подчиняются и президенты, и правительства, все подчиняются. Конституции, основной закон. есть федеральные законы, они требуют двух третей, тоже Дума может принять. Есть простые законы, вернее, есть Конституционные законы, требуют двух третей, есть федеральные законы, обыкновенные, Дума их принимает простым большинством голосов. А есть указы президента, которые, есть указы должного лица исполнительного, которые не могут противоречить законам. Закон выше, чем указ. Намного. То есть сначала идет Конституция, потом идет Конституционные законы, потом идут обычные федеральные законы, а потом указы президента, а потом постановления правительства. Вот так ранжируются эти самые документы по власти. А вот теперь Федеральное собрание приняло решение, и это самое решение идет на подпись президенту. Обязан он подписать или нет? Нельзя ответить однозначно. Сначала он может вернуть, если ему не понравилось, он может не подписать и вернуть. Куда? В Федеральное собрание. А Федеральное собрание может собрать две трети голосов и преодолеть вето президента. А вот тогда, если две трети Федерального собрания проголосует, все, президент обязан подписать уже. И тогда останется опубликовать в собрании законов Российской Федерации и в российской газете публикует. И все. И ничего президент против этого не может. Вот у нас законодательность. Есть исполнительная власть. Кто глава исполнительной власти у нас? Президент. А есть еще в исполнительной власти правительство. Что оно делает? Издают постановления, которые обязательны всех. Есть министерства, они издают приказы по министерству, они тоже обязательны. у нас есть, например, министерство науки и образования, и вот товарищ Котяков, который успешно отнял в Академии наук все институты, вот теперь он у нас министр, и он может обязательно давать распоряжение, приказы, и все исполняют. А дальше есть административные лица на низовом уровне. У нас есть ректор, который издает приказы ректора, правильно? А у нас есть директор, который издает распоряжение директора, тоже обязательны к исполнению. А что мы делаем мы? А мы добиваемся исполнения этих всех документов. Вот примерно так выглядит демократия, которая по сущности является, как мы выяснили, всякая демократия по сущности и спор и статура. Так, как я вам обещал, мы теперь займемся вот тем, что товарища от Сетовской предложила, типа общественной экономической информации с соответствующим видом класса. Ну, вы, знаете, что будет два вопроса на экзамене, а вы написали один. Причем на каждый вопрос страничку надо написать. Почему? Потому что одно из требований к вам, что вы умеете лаконично излагать и лишнее не говорить. Я очень старалась, но я просто не знаю. Может, вы разведчицей будете работать, а вы, значит, полно так, вы все выдадите, если так будете все излагать. Вы кратко на страницу изложите это дело. Понятно? Это я сейчас предупреждаю, я просто буду откладывать, ко мне придет человек с двумя листами, я скажу, очень хорошо, да, придите теперь на каждый вопрос, и там вот сядьте, там в уголочке, и начнут другого спрашивать, а вы будете там в последней очереди. Понятно, да? Вот. Согласно философии исторического материализма, ход истории заключается в смене общественной экономической формации. Это вот как-то звучит, как у Горбачева. Главная перестройка. А сама формация, вот при формации, когда развивает производительные силы, народ что-то строит, фабрики, заводы, развивается производительные силы, культура, искусство, наука. Главное сменить формации. Но это какая-то карикатура. Все-таки ход истории состоит в развитии производительных сил, производственных отношений и в развитии людей в рамках общественной экономической формации. А то, что они переходят, это не главное. То, что всякая формация это способ развивать, способ производства это способ развития производительных сил. Правильно? А смена, когда смена, что это заваруха, суматоха, может они, падение может быть. Знаете, как вот в революции упали производительные силы, потом правда выросли. Под этим термином понимается определенная ступень развития производительных сил и производственных отношений, а также соответствующим политическим и логическим настройкам. В результате постепенного развития производительных сил интересы антагонистических классов начинают все больше и больше расходиться. Это интересы все больше и больше. А производственные отношения, а чем они больше и больше? Они изначально противоположны. Как может быть еще больше? Вот если у нас с вами противоположные интересы, как они еще могут разойтись? Вот у нас с вами не противоположные интересы, потому что я заинтересован в вашем обучении, вы заинтересованы в своем обучении, но никак не скажут, что я заинтересован. Давайте я всем двойки наставлю и скажу, что это у него такой, как товарищ преподавал, если у него все двочники. Наверное, он вообще не умеет преподавать. Логично? Поэтому у нас никак не антагонистические интересы. Поэтому нельзя сказать, что куда уж расходиться, они просто диаметрально противоположные эти интересы. Так, что это новая мысль в науке, но не научная. А производственное отношение и настройка, закрепляющаяся в существо производственного отношения, идеологически все больше и больше перестает соответствовать текущему уровню развития производительных сил. Это да. Производственные отношения и формы развития производительных сил становятся их тормозом. Таким образом, меняется способ производства и производственные отношения. А вот насчет, что меняется, если вы говорите, что он тормоз, как же они, производственные отношения? Они меняются. Они еще не меняются. Для этого надо революцию. Сначала происходит переворот, потом меняются производственные отношения. А может и так, как вы написали, по-разному. Например, если вы возьмете революцию социалистическую, то сначала происходит переворот в политической надстройке, а потом меняются, налаживаются новые производственные отношения. А когда капитализм развивается в феодализме, сначала появляются производственные отношения, и переворот состоит только в том, чтобы убрать настройку и поставить буржуазную. По-разному. Так. Приходит переворот во всей настройке. Первой общественно-экономической формацией считается первобытно-общенный коммунизм. Вот у него правильно написано. На данном этапе уровень экономического развития соответствовал лишь удовлетворению потребностей общины. Труд являлся всеобщим, а частная собственность отсутствовала. Из этого отсутствовало разделение на классы. В течение времени улучшились условия орудия труда, выросла его производительность, появился прибавочный продукт. Разделение труда и обмен между людьми и общинами – это вызвало возникновение частной собственности и социально-экономического неравенства. Когда человек стал способен производить больше, чем ему необходимо для выживания, убивать военнопленных стало невыгодно, их брали в плен и принуждали к труду. Так возник институт рабства, а с ним и следующая социально-экономическая формация – рабовладельческий строй. Красиво написано, учите. Хорошо же написано. Правда, со второго раза. Может, вы со второго раза еще гораздо лучше напишите. Рабовладельческий строй. Одна часть людей стала собственностью другой части. Вот видите, как нам повезло родиться в буржуазном обществе. Красота. Угнетенным и господствующим классами, соответственно, здесь являются рабы и рабовладельцы. Первый является собственностью вторых и принуждались к труду. Являлись собственностью вторых, принуждались к труду насилием. Однако хозяину было выгодно сохранять. После «однако» запятая не ставится. Однако это «но». «Сохранять свое раба живым и здоровым, по тем же причинам, по которым выгодно заботиться о своем доме как собственности. Отношения господства и рабства здесь персонифицированы. Противоположность. При капитализме, например, буржуазии нет нужды беспокоиться о качестве жизни пролетария. И в рабочее место придет другой. Это вот отдельные капиталисты. А так вот класс буржуазии об этом задумывается. И даже задумался английский рабочий, английский класс буржуазии, потому что такая была система в Англии, что труд детский оплачивался ниже, труд женский ниже, чем мужской. И к чему это привело? А вот сначала начали мужчин увольнять, поскольку дороже было, за ту же работу. Потом женщин стали увольнять. И потом остались только дети, которые, так сказать, вот они должны были работать и кормить своих родителей. И понятное дело, что начали вымирать рабочие, вымирать. И тогда спохватился класс. Мужчин говорит, а нет, я вам не дам всем умереть. И придумал, и ввел. Никто там еще никакой классовой борьбы не было такой развитой. Почему? Потому что вот умирали, просто умирали рабочие. Длительный труд, очень вредный и опасный. И тогда вот буржуазия все-таки беспокоилась. Не о качестве жизни пролетария, она сейчас и не беспокоится одного пролетария, а о всех пролетариях вместе, но ей надо думать, где набрать столько рабочих. Поэтому она об этом беспокоится. Со временем в производительных силах революционного строя начало преобладать торможение. Общественная экономическая формация сменилась на феодализм. Для нее характерна феодальная собственность монополика, от последующего класса на основное средство производства землю. При этом собственность на землю была тесно связана с господством над теми, кто ее обрабатывает угнетенным классом, крестьянами, так как сами феодалы землю естественно не обрабатывали. То есть вам это естественно. Вы не из помещиков? Мне, например, это не естественно, а вам естественно. Так, запятая, крестьян был основным и решающим элементом производительных сил в то время. Ну раз он основной и решающий, пусть и работает, правильно? А мы не основные и не решающие, мы будем отдыхать. Хорошо. Из сложившихся феодальных отношений вытекало право феодала на присвоение прибавочного продукта крестьянского труда в виде барщины и оброка. Этой формацией также пришел конец по причине развития производительных сил. Технический прогресс создал машины, работать с которыми крестьянин уже не мог. На смену феодализму пришел капитализм. Данные общественной и экономической формации характерно. Не данные характерно, а для данных характерно, по-русски будет. Всеобщее право частной собственности на средства производства. Причем, что значит всеобщее право частной собственности? Для каждого. А? Для каждого. Ну правда, у всех есть. Собственности нет. Средств производства нет. Причем действительным владельцем средств производства является господствующий класс, класс буржуазии. Угнетенный класс пролетариат вынужден работать по найму с помощью экономического принуждения. У него отсутствует возможность выжить без денег, которые можно получить, лишь трудясь на буржуазии, которые организуют производство и присваивают прибавочный продукт, производимый рабочим. Вы же не организовываете, а я организовываю. А вы идите ко мне и получайте у меня зарплату. И скажите спасибо. Все как раз очень хорошо описано. В ходе дальнейшего своего развития предварительные силы вновь вступили в противоречие с производственными отношениями. Букву С вы пропустили тут. А зря. Как-то лучше было все-таки без ошибок писать. Хороший такой текст, но ошибки они как-то портят впечатление. Следующее за капитализм общественной экономической формации. Коммунизм. Тут так просится тюре, но у вас дефис. Дескать, он быстро будет, скоро придется и не успеешь оглянуться уже. Он же коротенький такой. Он состоит из двух фазов. Социализма и полного коммунизма. Правильно написано. При социализме как переходном этапе от капитализма. Это не переходный этап от капитализма. Это неверно. Переходный этап от капитализма к коммунизму – это переходный период. Когда он заканчивается, начинается социализм. То есть низшая фаза коммунизма. Но социализм же это коммунизм, вы же сами написали. Значит, переходный этап коммунизма – это переходный этап от капитализма к социализму. А уже дальше коммунизм, там низшая фаза, высшая фаза, это вы там разбираетесь внутри фазы, а переходный этап. Поэтому на самом деле три этапа новое общество переживает. Переходный период от капитализма к коммунизму, низшая фаза коммунизма, социализма и высшая, полный коммунизм. Вот сейчас, если вы возьмете КНР, Китайская Народная Республика, она где? В переходном периоде от капитализма к коммунизму. И будет она, может быть, сто лет в этом находиться в переходном периоде. Потому что огромная страна, вот у нас мерок таких нету, что вот если у нас было миллиард 380 миллионов, не знаю, как бы вы тут жили, и дурок. Это переходный этап. И единственная страна, которая прошла этот переходный период сейчас, это Канадер. За это ее все уважают, и Трамп уважает, и Путин, она такая маленькая страна, все ее уважают. Все с ними встречаются и считают себя за... Вот сделайте такое что-нибудь хорошее, наберите силу и покажите, как надо красиво жить, и вас все будут уважать. Так. Также при социализме существует личная собственность, мелкое и частное производство и мелкое и частное торговля, но не для получения прибыли. Потому что прибыль – категория, которая связана с эксплуатацией чужого труда, а тут ее нет. Однако крупная частная собственность при социализме уже отсутствует. Поскольку средства производства становятся общей собственностью, слово «коммунизм» применимо уже и к этой фазе. В период социализма пролетариат объединяется в класс, который становится господствующим. То есть как бы он уже не пролетариат, он рабочий класс. То есть он уже, нельзя сказать, что он лишенный средств производства, да? Да. Ну вот правильно у вас написано. Вместе с... Так. В период социализма пролетариат объединяется в класс, который становится господствующим, силой упраздняет старые производственные отношения. Не понял. Если он уже при социализме, чего ему упразднять тот период социализма? Старая производство? Силой. Зачем тут силой? Уже низшая фаза коммунизма. Уже коммунизм. Он не полный. Надо сделать полным. Развивайте производительные силы людей, развивайте. Цель социализма как формулируется? Социалистического производства. Нет. Цель так формулируется. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Такова же и цель коммунистического производства. Ничем цели не отличаются. Просто возможности разные, условия другие. Так что здесь у вас не силы упразднять. Силы тут и не делай. Силой к коммунизму не перейдет. Не ликвидируешь социальное неравенство только силой. Если сказать не без силы, если бы вы сказали, это да. Государство еще остается. Оно полу государства. Нету никакого класса, который надо целиком принуждать. Но отдельных людей надо принуждать. Кто не работает, тот не ест. И при коммунизме. Но при коммунизме полном уже привыкнут, а пока еще не привыкли. У нас таких людей, которые хотят не работать, а кушать лучше, чем те, кто работает. Очень много. Большинство. Так. Вместе с ними устраняются и классы, включая рабочих как класс. Они как бы не устраняются. Они деление на классы, оно скорее засыпает, а отмирает. При полном коммунизме общество выходит к такой социальной реальности, в которой осуществляется принцип каждого по способностям, каждого по потребностям. Во-первых, оно к этой социальной реальности приходило у нас в Советском Союзе. Потому что у нас по потребности распределялся образование, медицина и жилье. У кого больше детей, тот больше квартиру и получит. У кого меньше, тот меньше получит. Поэтому к социальной реальности мы давно уже пришли. Другое дело, что это было 52%. Вот то, что по потребности распределялось. И вообще главный смысл коммунизма не в том, как распределяется, а в том, что производство ведется в общих интересах, а не в интересах отдельных лиц. Вот все самое главное. Каждый соблюдает правила общежития. Ну уж каждый, то уж не нарушается много. Немного людей нарушают, потому что нет такой основы для нарушений. Поэтому можно справиться без государства, без специальной организации силы. А производительность труда находится на очень высоком уровне. Она не находится, а продолжает расти и дальше. В этой общественно-экономической формации публичная власть перестает за политической. Отмирает... А что остается-то? Все отмирает, умирает. Отмирают институты государства, денег и частные собственности. Нет, это неправильно. Деньги отмирают в переходный период. Деньги есть в товарном производстве, а коммунистическое производство не товарное. Кто-то обменивается-то будет в рамках общественной собственности. Нет обмена. Движение от одного предприятия к другому не обмен. И от работника ничего не идет. И к работнику. Вот ему вам зарплату дали, то есть это продукты дали. Сначала вам дали зарплату в виде бумажек. Потом вы пошли на эти бумажки из общественных складов, получили продукты и все. То есть вам бумажки вытолкнули продукты. А вы что даете? Ничего. Вы труд свой даете, а вовсе не рабочую силу. Поэтому нет здесь обмена. Поэтому это не товарное производство. Таким образом, описанные пять типов общественно-экономических формаций с соответствующими им классами вытекают друг из друга. И являются собой общественное развитие. Да. Оно отражает материальные противоречия классов, имеющие причины и определенный уровень развития производительных сил и соответствующие им производственные отношения. Ну вот я бы за такую работу, при наличии подпись, поставил бы отлично. Поскольку подпись получена, то вы бы считать, что вы уже хорошо подготовились. Поздравляю вас с днем мальчатарской солидарности. С днём 1 мая. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...